Хоккейные болельщики бьют тревогу. Сегодня им стало известно, что клуб «Автомобилист» выгнали с постоянного места. Арендодатели расторгли договор из-за большого долга. Болельщики переживают, как бы автомобилист совсем не упал в рейтинг из-за возникших сложностей. Но из 41-го узнали, насколько слухи оправданы. Наши ребята бойцы, верните им лед. За судьбу любимой команды Евгений переживает уже сутки. Болельщиков взбудорожила новость. Домашнюю арену для автомобилиста заперли на клюшку. Появилась информация, что Ледовый дворец разорвал договор аренды с клубом. И задолго в несколько десятков миллионов рублей. Мы хотим просто, чтобы все эти неурядицы обошли наш клуб стороной. Хочется, чтобы когда-нибудь это все закончилось, какая-то появилась стабильность. Самих шоферов в городе сейчас нет. Сегодня они уехали на гостевые матчи. Известно, что накануне хоккеисты тренировались на своей старой базе в Курганово. Но не из-за конфликта, говорят навуральцы, а чтобы привыкнуть к канадской площадке. Она меньше по размеру. Хотя, признаются собственники комплекса, проблемы с клубом у них действительно имеются. Автомобилист не хочет платить по счетам. В сентябре последний раз были от них деньги. В сентябре. Но даже в этом случае самим хоккеистам не запрещено выходить на лед. Сегодня в дворце, кстати, проходит тренировка молодежной сборной авто. Опечатаны лишь административные помещения. Хоккеист, он не виноват. Он наемный работник. Он заключил контракт. Он обязан выходить и делать то, что он умеет делать. За что он получает зарплату. В Свердловском арбитражном суде сейчас рассматривается иск руководства «Уральца» к автомобилисту с требованием погасить задолженность. Между тем, в конфликт уже вмешались областные власти. Руководство комплекса пообещало не ограничивать доступ хоккеистов на лед. Достигнута договоренность о том, что запланированная на завтра игра молодежного состава «Авто» пройдет в КРК. Руководитель ледовой арены разрешил спортсменам завозить вещи, необходимые для соревнований. Кроме того, руководство комплекса гарантировало, что и молодежные, и взрослые составы хоккейного клуба до конца февраля смогут играть в «Уральце». Шоферы сейчас доигрывают последние матчи в этом сезоне КХЛ. Для них он худший в своей истории. Клуб находится в подвале турнирной таблицы. Стоит отметить, что руководство команды новые проблемы сегодня не комментировало. Исполнительный директор был недоступен для общения с журналистами. Надежда Маркова, Новости 41-го канала.